Приветствую вас. В Грузии снизился темп вакцинации, тогда как одной дозой в стране вакцинировано всего 33% взрослого населения, а двумя дозами 24,6%. На 19 сентября в Грузии за сутки число инфицированных ковидом увеличилось на 1501 человек, а скончались 43. В выходные дни всегда меньше зараженных. Недавно в интернет попали тысячи аудиофайлов с аудиозаписями тайного прослушивания около ста священнослужителей, в том числе и членов Синода Патриархии, осуществляемых Службой Госбезопасности Грузии. По файлам стало известно, что тайно прослушивались разговоры со священнослужителями страны и сотрудниками посольства США, Германии и Израиля. Скрытое наблюдение за иностранными дипломатами и диппредставительствами, защищенных Венской конвенцией, является грубым нарушением дипломатической практики. Правда, в этих разговорах нет ничего особенного, но важно то, что прослушивались все сотрудники дипломатических служб, а это может стать поводом их демарша. Правительству Грузии в случае подтверждения придется дать разъяснение. Азербайджанская компания «Сокар Энерджи Джорджия» построила спорткомплекс в Грузии, в Марнеульском районе, в Селек и Зилачло, за более чем 3 миллиона лари и безвозмездно передала его государству. Общая площадь здания – 1150 квадратных метров. Компания «Сокар» также реконструировала футбольный стадион возле спортивного комплекса. Первые 4 туриста и ни одного астронавта вернулись на Землю из космоса. Миллиардер Джон Айзекман заплатил 200 миллионов долларов американскому SpaceX за чисто коммерческий полет на 3 дня в космос вместе с тремя членами группы. Компания SpaceX была основана акционером платежной системы PayPal и Tesla Motors Илоном Маском, с целью сократить расходы на полеты в космос и открытие пути к колонизации Марса. Удачи всем вам!